Встреча с победой 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 Поэтому 1-0 мы выиграли, или 4-0, а при этом 5 моментов могли получить, то мне это по футболу не нравится, если честно. Сегодняшний футбол, я сделаю отдельно этот диск и попрошу оператора, чтобы сделал еще крупным планом. Честно, хочу посмотреть на глаза нашей команды, хотя они в чем не уступили, где-то превосходили на глаза, факелы. Мне кажется, у факела чуть больше они блестели. И они, ну еще раз говорю, заслуженно-незаслуженно, но обидно проигрывать при таком преимуществе, но почему мы проиграли, я понимаю. Из-за ошибок в обороне. Продолжение вашей конференции. Павел Мурсин, главный тренер факела, к вашему услугу. Павел Мурсин, поздравляю вас с победой и ваше первое впечатление. Спасибо за поздравление. Хотелось бы взаимно поздравить, прежде всего, ребят за содержание игры, за эту отдачу, которая была поздравить наших болельщиков, вас, представителей средств массовой информации. Сегодня был в Воронеже праздник футбола. Приехала команда, топовая команда, со времен еще Советского Союза. Сегодня был действительно футбол со стороны двух команд. Так, если объективно оценивать, то и по составу команда «Динамо», объективно выше нас, если брать в общем. Но я очень-очень благодарен ребятам и низкий поклон им за то, что они выполнили план на игру. Дорогого стоит с командой, с играющей командой, с заслуженным лидером турниров футбольной национальной лиги, проигрывая, проявить волевое качество и, скажем так, одержать волевую победу. Это дорогого стоит. Это впервые у нас в сезоне так произошло. С чем я и ребят поздравляю, поздравляю праздник футбола, две играющие команды. Я думаю, что по содержанию игры до последних секунд в напряжении матч держал и зрители, и тренерский штаб, как с одной стороны, так и с другой стороны. Все огорчило то, что первый мяч мы организовали сами себе, в свои ворота. К великому сожалению, это уже не первая такая ошибка, благо, что отыгрались два шикарных мяча, забили быстрой атаки. То, что мы просили ребят, быстрой атаки, вмешав касание берегу с фланговой передачей. А второй мяч, особенно радостно то, что он был забит со стандартного положения, в котором мы, скажем так, домашняя заготовка, мы наигрывали этот вариант. Это очень радует и дорогого стоит. Пожалуйста, вопрос. Владимир Павлович, какой план на игру непосредственно? Как разбирали соперниками, на что внимание обращали? Обращали внимание на то, что команда очень хорошо контролирует мяч. В составе ее есть исполнители, игроки национальных сборных, как Россия, в лице Панченко, который подтвердил свой класс, так и впереди Бочарай. Добротная очень команда. И мы просили ребят, что эту команду, если распустить, Динамо. Очень хороший контроль мяча, обученная, с хорошо поставленной игрой. Чувствуется тренерская рука Юры Калитвинцева. И мы попросили ребят максимально уплотнить игру, максимально навязывать на каждом участке поля борьбу, лишить их возможности хорошего контроля, лишить возможности пространства. Потому что они очень опасны в быстрых атаках, строго сыграть в обороне. И за счет быстрого перехода от обороны к атаке постараться сделать результат. Собственно, так мы и забили первый мяч. И были еще и в первом, и во втором тайме моменты для предпосылки, для завершения хорошие. Где-то не хватало в концовке последней передачи. По первому тайму, где-то в середине первого тайма, немножко было много необязательных потерь в центре поля при мелком розыгрыше. Теряли много мяча. Не обоснованно совершенно. В общем, такой план был. Еще вопросы? Если нет вопросов, то вы можете ответить. Павел Патеревич, сегодня вот и инцидент был в начале второго тайма. Ну, теперь клуб наверняка на штраф какой-то нарвешься. То есть, или дискликация за стадион. Или что? Нужны ли такие формы поддержки команде? И именно то, что мы видели все. Когда команда уходит, матч прорывается. Пользуясь случаем, спасибо за этот вопрос. Конечно же, я понимаю болельщиков, что это эмоции. Но это не красит футбол. И то, что произошло, это из ряда вон выходящий случай. Есть комиссия, которая будет разбираться, кто первый начал. То ли болельщики «Динамо», то ли наши спровоцировали. Ну, виноваты оба клуба. Да, но клубы страдают от этого. Страдают из-за болельщиков. «Динамо» из-за своих, мы из-за своих. Ну, инцидент крайне неприятен. И ничего вообще с футболом он не имеет. Хотелось бы обратиться к болельщикам, что не надо портить тот праздник, который есть. Да, и сегодня действительно был праздник. Я уверен, что та зрительская аудитория, которая была сегодня на трибунах стадиона, ну, я думаю, что это будет рекорд, наверное, по итогам сезона. Пришли люди поддержать, за что им огромное спасибо. А то, что произошло, ни в какие рамки не лезет, конечно. И хотелось бы обратиться на будущее, потому что я уже до этого как-то неоднократно обращался к болельщикам. Вы лишите сами себя возможности смотреть и болеть за любимую команду. В случае дисквалификации мы будем вынуждены играть на нейтральном поле. Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что там обоюдное было, и непонятно, кто начал первым. Еще есть вопрос, Владимир Пантелеевич. Видно, что на неделе достаточно крупотриво проработали над стандартными поражениями, штрафными игровыми. И вот до горы Шахова достаточно мудренно разыгрывали, и это не давало результат, но все-таки принесло свои проды. Знали, что Динамо и, по-моему, из десяти мячей пропущенных пропустили восемь не сыграли. Ну, знали, конечно, все. И поэтому мы готовились, потому что до этого у нас были наигранные варианты, но все время как-то то ли игровая ситуация так складывалась, то ли принимали такое решение, что в основном били обводящим ударом, и, как правило, это дивидендов не приносило. И я после игры, у нас великолепный был момент, если вы помните, в Красноярске, когда Мишу Бирюкова сбили практически на линии штрафной. И такие моменты нужно использовать. И мы поговорили с ребятами, я сделал замечание, что однообразно очень все, есть другие варианты, их нужно использовать. И вот мы над этим, это вот именно микроцикл работали, отрабатывали все. И я говорю, я что очень доволен тем, что этот сработал вариант. Хотелось бы еще отметить то, что, ну, вы видели, что у нас перестановка произошла в линии обороны, в опорной зоне, связанная с тем, что Саша Трошечкин, травма спины у него, не смог принимать участие. После длительной, длительной паузы впервые в составе, в основном составе вышел Дима Тихий и скажу, что отыграл достойно. Достойно, исключая та ошибка, которая привела к взятию наших ворота, там, первый мяч. И здесь перестановка все Диму Иванову, а Дима тоже Иванову после длительной травмы был определенный риск, что без игровой практики, но по большому счету нам на сегодняшний день, я считаю, что это оптимальное сочетание было. У нас Курилов травмирован до сих пор, не набрал оптимальную форму, хотя тренируется уже все Трошечкин, здесь центральная ось, все, и плюс те тактические ошибки, которые были допущены в Красноярске, мы посчитали нужным, чтобы сделать ротацию состава и перестановки определенные. Мне больше вопросов, Владимир Ильич, еще короткий Калитвинцев сказал, что он играл под Вашим руководством, это где было? Мне очень приятно, я сейчас отвечу на вопрос, очень приятно было сегодня, контакт у нас полнейший, очень доброе, хорошее отношение с Юрой Калитвинцев, старший тренер Юра Ковтон, это ребята, которые я горжусь, что они в свое время начинали свой путь в большой футбол и работали вместе. Это в СК Ростове они 18-летним, Юру Ковтона я взял в команду, ему 17 лет было, так же, как и Игоря Ледяхова, в 17 лет, вот они в один год я их взял, и Юра Калитвинцев 18-летний, в Ростове мы работали вместе, и у нас до сих пор доброе, хорошее отношение, и я очень горжусь, что они были оба, и Игорь Ледяхов, с которым он в Терек, когда приезжал, великими футболистами, и Юра уже опытный тренер, довольно-таки молодой, но достигший определенных успехов, он со сборной Украины выиграл молодежный чемпионат Европы, это достижение все, и я горжусь, и искренне им желаю, чтобы они достигли на тренерском публиче таких же успехов, как они достигли, будучи игроками, оба играли в национальной сборной стороне, у него и Игорь тоже, в Ростове трое, и мне приятно, и Юра поздравил меня после игры, вот так мы по-доброму пообщались, и он отметил, что факел это самая играющая команда, с кем они встречались, мне это приятная оценка, как игрока, как специалиста, и великолепное человеческое качество у них у ребят, искренне им желаю, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова